Ха-ха! Что?! Я думал, это фейк! Я думал, что это невозможно! Ребята, это я! Что происходит в этой игре? Я сломал, и что это за дом? Что там? Это что такое? Дорогие друзья, вот чтобы вы просто сейчас поняли мое текущее состояние, в котором я прямо сейчас нахожусь, я скажу лишь одну вещь. Дело в том, что я записываю эту серию практически сразу после того, как записал предыдущую. Я сейчас объясню, почему. И еще один интересный момент, это то, что я записываю эту серию и только-только опубликовал позапрошлую, получается. То есть я вот опубликовал серию, очень сложно, я понимаю, но сейчас просто, чтобы вы поняли, вот до конца прочувствовали это. Позавчерашняя серия, она вышла, я ее опубликовал, в это время записывал часовую серию, которую вы видели вчера, записал ее, отрендерил, приготовил все нормально, зашел посчитать комментарии и вижу самый залайканный комментарий за этот час, пока вот серия вышла, пока я записывал предыдущую. Саня, попробуй, там один момент есть, ну, камеру на аукционе пофиксили, а ты знаешь, что можно, сидя в машине, подъехать и с помощью вида третьего лица смотреть, что продается на аукционе. Это, это вот первое, да, что я просто сразу это вижу. Я понимаю, что, во-первых, мой час, ну, эта серия вышла час, я ее записывал дольше, потому что я же там моменты какие-то, так скажем, не очень интересные обрезал, естественно, ждал. Я такой, ладно, а потом, ну, как бы, все так же остается вопрос по R8. Я, опять же, может быть, ее можно вернуть, я об этом узнаю чуть-чуть попозже для себя, я потому что начал вот эту серию сейчас записывать. Короче, ребят, я слишком заболтался, я просто хотел, чтобы вы поняли, что сейчас происходит. Короче, ребят, сегодня у нас спецвыпуск. Здорово-здорово! Всем с вами Александр Перекупкин и это Carver Sales Simulator 2023. Что такое спецвыпуск, спросите вы? Сейчас расскажу, сейчас расскажу. Ну, во-первых, я как бы не против, нет, 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 это не значит, что мы сейчас не будем ждать GTR или там не будем продавать машины, все нормально. Просто мы попутно проверим очень интересные моменты, которые вы мне написали в комментариях, потому что эта игра, знаете, она чем хороша? Эта игра хороша тем, что здесь ходит огромное количество каких-то слухов постоянно про эту игру. Вот про этого Борьку, про этого бомжика писали, что там можно его там типа подкормить, потом он, короче, тебя отблагодарит, еще что-то. И ты не понимаешь, где слух, а где реально истина, потому что, как бы, вполне же, может быть, могут быть какие-то приколы в этой игре. Поэтому сегодня я собрал несколько моментов, которые я хочу проверить, относительно, то есть, в свободной атмосфере обстановки провести сегодняшний день. Немножко заработать денег, прежде всего, потому что я, как бы, потерял полмиллиона в предыдущей серии, если вы не смотрели. Вот, ну и, как бы, заглянем, естественно, на аукцион, если он будет. Значит, знаете, вот я попробую сегодня этому не придавать значения, потому что, опять же, мы немножко другими будем делами заниматься. Но, вот, знаете, я вот, все-таки, мне кажется, а вдруг это сработает? Вот, ты реально не ждешь, и вот этот момент, это же будет просто, это будет великолепно. Если просто я такой загляну, скажу, да, блин, по-любому на аукционе ничего не будет, и в итоге, и в итоге, друзья, случается то, что мы находим в ГТМ. Поэтому, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, сейчас выставим эти машины продаваться, и я вам расскажу, что же мы сегодня проверим. Потому что я там начитался такого, что, знаете ли, где там правда, а где неправда, мы сейчас будем все это дело узнавать. Но для начала давайте заработаем денежку. Итак, значит, соответственно, все машины помыл, все нормально, все хорошо, в том же состоянии, мы их аккуратненько выставляем на продажу. Значит, 415, 830, я думаю, можно выставить ламбу. Значит, дальше, Феррари у нас, ну, да, повреждения есть, да, можно починить, но за 119 тысяч мы ее купили, и за 530 попробуем продать. Вот так вот. Мы выяснили, что не всегда, ну, точнее, нет, понятно, что если мы восстановим машину, мы больше заработаем, но можно его так, знаете, немножечко похалтурить уже, могу себе позволить. Сейчас в итоге, прикиньте, у автосалона была бы репутация. Типа, если ты продаешь машину крашенную или еще что-то, репутация падает, меньше клиентов, все такое. Но пока такого нет, можно слажаться. Итак, что же мы сегодня будем делать? Во-первых, друзья, а хотя подожди, что, не-не-не, подожди, подожди, подожди. Давай вот сейчас вот как будет по кайфу, так и будем, во-первых, это делать, во-вторых, чтобы была некая интрига. Итак, значит, 1530, да, есть повреждения, нормальную цену он предлагает. То есть, понятно, что можно было бы тот Тоси-Боси, но просто говорим ему 460, он, скорее всего, немножко будет ломаться. Это, наверное, можно было больше называть. Ну, ладно. В общем, друзья, хочу я начать как раз-таки, пока я в офисе, с того, что мы полностью офис не прокачали. И также мы не занимались домом, поэтому сегодня я... Знаете, устройство мини-выходной. Я наездился по этим аукционам, я хочу заняться модернизацией. Я хочу улучшать, улучшать и улучшать. Так, это мы не трогаем. Так, подожди, стоп, офис у нас внешне, мы же вроде все это делали. Единственное, подожди, момент, который я хотел проверить... Ну, ладно, сейчас проверим. Итак, что мы можем... Ооо! А-а-а, смотри, кровать можно... Даже кровать из... Десять! Шестьдесят тысяч стоит дом, десять тысяч стоит кровать! Это что такое? Ну, ладно. Дом, в котором я не живу, причем, вы заметили? Потому что он находится очень далеко, да? Вот такой шкаф за пять тысяч, нормально. Ух ты! Подожди, давай посветлее сделаем. Во, мне кажется, вот, хотя, блин, спальня, светло. Такая... Ого, это что такое? Это не-не-не, такое не надо, такое не надо. А сколько стоит такое? Пять тысяч все равно. Странненько. Ну, слушай, вот так голубенько, приятненько, приятненько, хорошо. Так, это мы сделали декорации. А-а-а, да ладно, мы можем даже крышу менять. Чего? Можно какой-то облезлый дом сделать, но мне не особо нравится. Подожди, а это что? Это... О-о-о, слушай, ну они... Все равно прикольно, да, что они это все сделали. Давай сделаем какой-нибудь светлый. А крышу сделаем красную. Вполне нормально. Так, интерьер... Еще, смотри. Чего? Здесь тоже можно все менять. Давай сделаем синенькие обои. Так. Ого. Смотрится, я не понимаю, дорого или наоборот дешево? Как-то непонятно смотрится. Смотри. Ну это какие-то кирпичи вообще. Слушай, ну тут очень странно. Оно блестит, я не понимаю. Оно как-то очень странно выглядит. Давай вот так вот сделаем. Под старинку немножечко. Так. Вау, вау, вау. Синенький диван. Вообще вписывается на ура сюда. Смотри, можно столики. Это по-любому же еще в обновах, наверное, будут добавлять какие-то объекты. Прикольно. Слушай, мы прокачали дом, в котором не живем. Вообще класс. Так, хорошо. Подожди, кто-то пришел. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Могу себе позволить свободные деньги. Особенно, да, после того, как полмиллиона куда-то... Ну я просто еще не отошел от этой ситуации. Это вот только-только-только вот все вы понимаете, я думаю. Так, 760 предложим. Но я думаю, что он, конечно, не согласится. Надо под... Вот как это работает? Ты уверен, что типа ты цену большую затираешь? Надо наглеть. Я вот все время... Я не наглею. Надо наглеть. Так, меня радует, друзья, что мы... Мы... Нет, я хотел сказать, это мало. Меня радует, что мы возвращаем потихонечку наши полляма. Да, это было... Это было очень странно. Это было крайне странно. Нет, 185 можно даже, конечно, не столько не предлагать. Но сам факт. То, что это обидно и странно и вообще полный пепец. Просто я не понимаю, как так произошло. Я не понимаю до сих пор. Но я очень с нетерпением жду ваших комментариев. Ну, точнее, вы уже их написали. Я, когда эта серия выходит, естественно, уже их посмотрел. Так, 270. Давай попробуем. Как жарко в комнате. Фух, жаришка. Я решил сегодня... Я реально... Я немножко решил расслабиться, друзья. Ну, как расслабиться? Ну, все равно занимаемся делом. Просто есть вещи, которые вот как бы хочется... Ну, буквально уже. Все, все. Отлично. Друзья, почти 5 лямов. Все, я спокоен. Мы отработали. Ну, если можно так выразиться. Всю упущенную сумму. Все нормально. Так, значит, по поводу дома мы сделали. Это классно, потому что есть такая возможность дорабатывать все такое. Но, подожди. Мы же, если я не ошибаюсь... Если я не ошибаюсь... Ребята... Мне кажется, что пришло время. Расширяться! Просто настолько расширяться, что... Ебать! Стоп! Это дали! Ебать! Площадка! Ты смотри! Это просто... Прикинь, сколько... А сколько сюда машину месяца? Вот кто-нибудь эксперимент такой проводил? Типа... Ну, вот в ряд... Ну, десярик точно. Десярик здесь, десярик тут. И сюда. Ну, типа машин 30. Мне кажется, здесь можно разместить. А-а-а! А, фигеть! Смотри, где мой... Где офис? Ты помнишь, раньше просто вот такая была эта. И вот здесь примерно офис стоял. Фига, мы расширились! Это все! Это самый топ! Ребят, ну, я думаю, что... 750 тысяч, это, конечно, большие деньги. Это, в принципе, самая крупная покупка. Потому что машина, ну, максимум, что там, полляма покупали. А тут столько сразу! Охереть! Ребята, прям принимаю поздравления! Наш офис стал... Ну, как бы не офис, а площадка наш... Мы расширились. Это пиздец, такие масштабы! Жестко! Вообще жестко! Так, машину так для приличия помыл. Так, хорошо, друзья, но... Давайте я возьму Ауди. Мы что-то давно на ней не ездили. А-а-а... В комментариях мне написали о том, что... Готовы? Вот, готовы сейчас. Помните то самое заброшенное здание? Вот сейчас, внимание! Я сначала перед тем, как туда поеду, я сейчас... Вот комментарий точь-в-точь, который я сейчас увидел. У меня написали о том, что... Теперь, после вот этого недавнего обновления, в этот дом можно зайти. Помните, тогда нельзя было в него зайти. Там можно найти... Вот сейчас, подождите, сейчас... Вот сейчас, внимание. Найти фотографию какую-то семейную. И эту фотографию нужно отдать... Бомжу Борьке нашу. Ну, то есть, это звучит... Ну, я почему-то допускаю, что это же какая-никакая, типа, а-ля, там, пасхал... Пас... Пасказка. Пасхалка? Так. Сейчас все решится просто, можем ли мы в него войти. А я не вижу, чтобы его поменяли. По-моему, пахнет немножечко фейком. Я на секунду... Я на секунду как-то, знаете, реально задумался, что... А почему бы и нет? Может быть, какую-нибудь там что... То есть, это здание непонятно, для чего здесь нужно. Прикинь, вот оно есть. Но в него не зайти. И зачем оно? Здесь, в принципе, на карте ничего лишнего не бывает. И, видишь, здесь, смотри, вот сюда я не могу пройти почему-то. Вот это кусок. Блин, я на секунду поверил, что мы сейчас реально что-то найдем. Я на секунду в это, друзья, поверил. Окей. Вы думаете, это все? Нет. Также в комментариях я... Вот сейчас, вот сейчас, вот про это я видел много раз. Мне писали о том, что здесь можно высоко прыгать. Если нажать ускорение и прыжок. Но! Оказывается... Вот, вы помните, я об этом, кстати, много раз говорил. Я ни разу в этой игре не переворачивал машину. И поговаривают, что если ты перевернешь машину, быстро из нее выйдешь. И встанешь на днище, а главный персонаж улетит просто за карту. А давай-ка меня в пустыню. Так, подожди. Во-первых, это будет сложно. Естественно, я не стал это делать во фрируме. Мне просто жалко, например, этот самый... Мне просто жалко машину бить. Особенно Р-8. Ладно, там супра непутевая у нас получилась. Так, подожди. Мне интересно, это нужно именно на скорости сделать? Короче, я так понимаю, что машина перевернется, и если я встану на вращающиеся колеса, меня куда-то закинет. Но это вполне... Причем, про это было много комментариев, что вот таким образом можно подлететь, там еще что-то. Как бы, скорее всего, это, я думаю, правда. С другой стороны, зачем это нужно? Ну, друзья, раз уж мы сегодня проверяем... Раз уж мы сегодня... Так, подожди, я просто сейчас попробую на удачу. Вдруг реально получится... Блин, она на колеса встает как назло! Еще попробуй, еще переверни. Ты смотри, какая она. Бля, как перевернуться-то? Не просто. Здесь физика настолько, как бы, странная, что... Так, подожди, хорошо. Ребят, мы должны это проверить. Мы должны... Вот он, симулятор перекупа, да? Вот он. Иногда хочется побаловаться, иногда хочется расслабиться. Потому что я, конечно, эмоционально, блядь, после того, как куча раз на аукцион съездил и ничего не нашел... Заебись, блядь. Вот ты, вот, прикинь, вот любой другой игре, ты хочешь сделать такой трюк специально, у тебя не будет получаться. Ты там будешь кувыркаться, еще что-то. Здесь, наоборот, ты хочешь за счет этого перевернуться на крышу, машина делает охуенный круг, я иду дальше. Нормально, да? Ну, то есть, это вот как работает, блядь. Так, я не успокоюсь. Подожди, давай, хорошо, давай попробуем. На большой скорости это практически, блядь, невозможно, видимо, сделать. Блядь, да как ее... Она очень странная по физике. Вообще, ну, любая машина, то есть, не в ауде дело. Я не успокоюсь, блядь. Мне, конечно, не очень нравится, что это будет на скорости небольшой. Но, ребята, я почему-то верю в то, что что-то произойдет. Я верю в то, что что-то произойдет. Блядь, ну как подлететь-то? На маленькой скорости, я так понимаю, это может не сработать, потому что нужно, чтобы, условно, машина была на каких-то скоростях. Поэтому я, как бы, понимаю, что я могу сейчас аккуратненько заехать, куркнуться, наверное, все-таки, но... Такие моменты чувствуются таким... Просто ждем, когда мы... Просто ждем, потому что я, блядь, нервничаю, я понимаю, что... Я либо сейчас трачу время и проверяю непонятно что, либо это реально охрененная штука. Блядь, а я выйти из машины здесь не могу же! Какой я тупой, блядь. Я такой тупорылый, оказывается. Блядь, я идиот. Мне пришлось R8 бить, потому что R8 все равно мощнее, чем Supra и... Такой еблан я. Вот мне вот это вот больше всего, блядь, раздражает. Так, хорошо, подожди. Садись, пожалуйста, садись, садись в машину. Очень хотелось бы это сделать так, звуков опять... Звуки пропали. Сейчас, сейчас, эвакуатор здесь стоит. Как раз в тему. Ничего, починим, починим, ребят. Починим, Арсенка справится. Попробуй, переверни еще. Нужно там... Я не знаю, трамплин был в тему, и то видите, с какого раза у меня получилось. О, он... Он отпрыгивает от крыши! Ты что, прикалываешься? Давай мы это сделаем уже! Блядь. Ох уж эти эксперименты, а. Я сейчас офигею, если это ничем не закончится. И, с другой стороны, я офигею, если это сработает. Потому что это тоже, конечно... Да, я знаю, там есть трамплин. Можно на нем попро... Сейчас. Сейчас. Я верю в то, что у меня получится это здесь сделать. Ты понимаешь, да? Она сейчас должна была кувыркнуться, блядь. Хорошо. Давай. Блядь, такой трамплин, что тоже... Блядь, мне начинает бесить. Я просто понимаю, что я хочу проверить хуйню, которая, блядь... Блядь! Когда-то эта тачка была моей мечтой. Сейчас я гоняю на ней по полям и пытаюсь перевернуть. Нормально, да? Ты можешь перевернуться по-братски, блядь! Нет, за эвакуаторой как будто это было проще, друзья. Я хочу это... Я причем хотел это сделать днем, блядь, потому что, чтобы видеть, если я подлечу, что присоединить, то, что... Сука, темнеет! Мне начинают раздражать, эта хуйня! Сейчас ёбну. Фу, блядь! Прямо вот так вот! Вы не представляете, как я сейчас держусь? Спасибо, спасибо! Охуй, пусть работает. Это все нормально. Это еще не все, что я хотел проверить. По-моему, есть еще, так сказать, моменты. Но прежде всего меня волнует баг. Просто баг, блядь! Вот сейчас... Как ждут... Вот это мне нравится. Вот это хорошая сумма. Как обычные люди ждут ауксу... Ааа! У нас же теперь, блядь, я опять, прикинь, забыл. Сам... А, ну сейчас рынок, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет тогда. Просто чекнем. Мало ли, там, ГТРщик завалялся. Мало ли. Ага. Ага. Ага, R8 еще одна. Бля, может, ее взять-то, да? Все, на перепродажу беру. Братан, сколько? А что, может быть, фальшивым? Нормально все. 559? Чего, блядь? Ты чего, дядя? 444 не хочешь? 559? Ты за это ведро? Сбитый. Низкое предложение. Давай 466, и ты просто молчишь. Хе-хе. Давай? А? Ну, так бы сразу, понимаешь? Так бы сразу. Вот это, я понимаю, нормальная папка. Все, вот эту ауди не жалко, друзья. Мы ее купили, видим там проблемы с дверкой. Вот теперь я могу на все бабки. Блядь, вот я верил, что Борюсик ждет фотографию. Оказалось фейком. Ну, как так-то, пацаны? Ох, ебать, они дрифт комплект стоят. Ёбушки-воробушки. Смотри-ка. Это будет интересно. Так. Ну, нам все равно Арсен... Нормально, да? Припарковался? Э, он еще заведен на стоянке. О, вообще. Так, подожди. Сейчас будет весело, пацаны. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Я, блядь, не успокоюсь. Я, блядь, не успокоюсь. Пожалуйста, можно мне кувыркнуть? Ты видишь, да, что происходит? То есть она, она, блядь, она, она принципиально. То есть она, прям, вот, ее отпёздывает куда-то в сторону. Да, дрифтовый Р-8, это нормальная тема. Я так и знал. Я хотел сказать вслух, что сейчас, типа, если я начну это делать более жестко, я по-любому через крышу перевернусь и нихуя не полу. Блядь, я же проверю. Я же, блядь, проверю. Мне же еще нужно как-то застыть, я так понимаю, иначе он из машин не выйдет. Бля, как ее обратно потом... Угу. Я потрачу на это 2 часа. 3, 5. Мне похуй, я хочу это проверить. Я потрачу на это сколько надо времени? Можете смеяться на счет того, какой я неудачник, потому что я не могу проверить банальную штуку. Зато если... Зато если бы я сейчас просто куда-то ехал, я мог бы перевернуться, застрять в текстурах, меня могли опять обмануть. Бля, меня в этой игре обманули. Вообще, ну, это можно вообще представить? На 500 тысяч. А что бы речь вообще? Можно и... Это, блядь, вот мое везение. Вот, просто. Коротко. Ну, ты понял, да? Ты понял? То есть, либо мало, либо много, блядь. При этом на пустыне у меня это получилось сделать. Я просто не смог выйти из машины, потому что забыл, блядь, что там нельзя из машины выходить. Ты можешь, пожалуйста, просто перевернуться? Ебанная физика сейчас... Я ухожу на паузу, пока не перевернусь. Она переворачивается обратно. Она не хочет на крышу падать. А что я должен сделать? Мне такое ощущение, что в этой игре в я режиме все просто вот... Сначала в прямом смысле обмануть, потом... Потом... Потом, значит, это самый. Ну, блядь! О-о-о-о-о-о-о-о-о! Что? 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 Я в это не верил, реально я... Чего? Охереть! Офигеть! Офигеть, батут, пацаны! Что? Я думал, это фейк. Я думал, что это невозможно. Ребята, это я... Что происходит в этой игре? Я сломал их. Что это за дом? Что там? Это что такое? Офигеть! Где я нахожусь? Ребята, я думал, это не сработает. Фига... Что? Там машины... Ты видел? Все. А, нет, нифига не все. Нифига не все можно... Чего? Так, подожди, это взяты снимки из какой-то панорамы из озера. Я правильно понимаю? Смотри, там как будто... Мы где-то в озере... Что? А почему это так работает? Я не понимаю. Это что такое? То есть, я думал... Знаешь, я думал, если сработает, вот так мы подпрыгнем, но... Это пипец. Я не знаю, в чем... Ну, как бы, приколы как такового, нет? Но... Это что вообще? А почему так? И смотрите, интересный факт. Если ты находишься высоко, машина там с какой-то неимоверной скоростью передвигается. Вот когда ты только... В зоне видимости они... Тогда они... И, кстати, еще... Знаете, интересный факт в чем? Когда машина перевернута, фпс меньше. Фпс 52. Я не знаю, почему. Я тоже это не могу. 51. Это магия, бля, какая-то. Я не знаю. Это какая-то магия, ребят. Но уже, понимаете, уже спецвыпуск не зря. Потому что если бы я отдельно сегодня не решил это проверять, я бы не знаю, при каких обстоятельствах, когда бы это смог проверить. Да, на это ушло сейчас время, я мог это сделать быстрее, но это я. Так, подожди, а что мы можем? Получается вот так вот, да? Она... Она... Смотри, она ей... Она до сих пор орет. Я ее... А сейчас я ничего не забагаю. Сейчас прики... Подожди... А вот сейчас прикинь, мне все, да, как поедет. Нет, нормально. Бля, ну прикол, прикол. Все равно прикол. То есть это как бы... Понятно, что баг, но... Там небольшое скопление машин, ничего страшного. Но, ребят. Я до какого-то момента просто думал, что, ну, это сейчас вот, видите, вот все происходит, оказывается. Мне интересно, как это вообще... Как эти баги находятся? То есть при каких обстоятельствах как это происходит? Ребят, но это еще не все. Еще есть один интересный момент, который я видел довольно часто в комментариях. Дело в том, что вы помните, что у меня SR8 так и не задалось по максималке. Я до сих пор не знаю, быстрее ли я на Феррари. То есть 349 она едет, 350 не смогли мы никак вообще разогнаться. И мне написали несколько раз в комментариях о том, что... Саня, ты в курсе, что если на Супру, а у меня такая машина есть, поставить... Гоночный комплект. Прокачать на всю. Но я должен удивиться тому, как она будет разгоняться. То есть, я не знаю, это либо намек был на то, что это вообще самая быстрая машина там по разгону будет. Я не знаю. Я как бы не... Больше подробностей... Но вот это я считаю, что мы должны проверить. Поэтому мы сейчас выставляем Audi R8 на продажу. Ебать пробочка. Это все клиенты. Это клиенты. Это клиенты едут покупать... Да, там немножко R8 мешает. Я понимаю. Сейчас уберем. Так. Значит, выставляем. А что лагает-то? Я не понимаю, блядь. Что-то подлагивает на челу. Я реально игру сломал, блядь. Так. Это R8. Не фига, не пробег, кто сейчас увидел. Ну давай, 999, 999. Просто выставляем. Так, надо немножко прибрать. Блядь, лагает. Я не могу смотреть на такое количество автомобилей, которые там... Блядь, фига... Сколько FPS, подожди. 37. Угу. Я не понимаю, что там... Что это за прожорливый такой объект? Или просто скопление трафика, так сказалось? Или что? Я не понимаю. Так, надо офис открыть. Ладно, сейчас перегоню. Согласен, согласен. Немножечко... Офига, как сразу клиент, что? Согласен. Надо было так... Не проконать, она еще и работает. Ой, и топливо-то... Вот что, дымит, кстати. Ты видел, она задымила почему-то? Ладно. Так, аккуратно. А где меня супра? Супра тут у меня. Все отлично, все. Все, все. Ну, моя машина, поэтому ничего страшного. Так, тетя! Че ты прибежала-то? За сколько? 800 давай с копейками предлагай, и там договоримся. Только не надо сейчас... Не надо... Не надо говорить. Понятно. Пока. Просто пока. Мы, пожалуй, подождем. Так, а что я не понимаю? Этот чевель тоже мешает, что ли? Ну... Под сомнением, под сомнением. Я, конечно, подвину, но как-то они могли бы разрулить эту ситуацию, мне кажется. Чевели такой большой, но как-то он особо не мешал. Ладно, Р-8 там стояла. Ребят, я в предвкушении, что будет с Супрой. Опять же, напомню, что у нас Супра также еще участвует в эксперименте, как самая... Бля, я не знаю, недолюбленная машина, потому что повреждение мы хотим потом доведем до 100% как-нибудь, потому что я не знаю, что-то произойдет или не произойдет. А также мы еще не моем. И мы сейчас сразу ее подготовим. Да, ну она дрифтит, конечно, классная. Я все равно верну потом дрифт комплект. Так. И, значит... Угу. Это, я так понимаю, тоже нужно. И самое главное, мы устанавливаем гоночный комплект. Бля, мне даже интересно, она... Может, даже видно будет, что она по динамике как-то? Сейчас, сейчас посмотрим. Давай сначала Р-8 продадим. Ого, там клиентов. Так. Ну, в целом, что-то быстренькое. Что-то быстренькое. Так. Сохранение. Что-то лагает, я не понимаю. Так. Угу. Давай. 800. Ну, хорошо, мы сейчас поговорим. А сколько ты предлагаешь? 746 он предложил. А ты предлагаешь... Понятно. Пока. Ну, давай, мужик. Ладно, что, я вижу, ты солидный. У меня тут дрифт комплект, знаешь ли, установлен. А, пожалуй, машина, чуть-чуть так, немножко... Есть проблема там. Не переворачивай. И сразу говорю, не переворачивай ее. 850. Я скоро уйду. Ну, уходи, что-то не угрозаешься. Мне кажется, больше надо было, да? Да, блядь, надо было больше. А-а-а, опять лоханулся. Ну ладно, 4400 нормально. Так. Друзья, ну что. Вторник, как говорится, день экспериментов. Ну, просто у нас в игре вторник. Ну, я не скажу, что... Ну, вроде не... Бля, она так на дороге стоит, кстати. Вот в чем. Вот это интересно. А мне интересно, повреждения могут влиять на этот самый... На... На этот. На разгон. Или на то, как она едет. Бля, вот это, кстати, плохо. Может быть, сейчас мы и не поедем так, как она могла бы поехать. Но чинить я ее не хочу, принципиально. Так, и что, Супра едет? Ну, давай. Ебать! 3,9! Это рекорд! Она реально рвет! Чего? Я был уверен, что это тоже, может быть, ну, типа, какого-то фейка. Но максималка у нее точно не 350. Я прям уверен. Она реально как пизданула! Я даже, видишь, из-за того, что она была на 3 в комплексе, я даже, как бы, никогда ее не пробовал по прямой. Я думаю, 300. Я думаю, 300. Наверное, 300. Я, подожди. Ебать, супра зверь, чего? Пацаны, это, это, пиздесы, и те. Что? Что? Она быстрее, эфира? Подожди. Она быстрее всего, блядь. Пацаны, кто писал про супру? У меня, честно вам скажу, я даже не хотел проверять, думаю, блин, она же не может, она же относительно дешевая. Думаю, блин, да, она классно дрифтит, а она оказывается в сгоночном компе. 354, это не максималка. На всякий случай, повторюсь, R8, еле-еле 349 мы один раз сделали, мы не знаем, может быть, у нее максималка больше. Феррари, поехала хорошо, 350, ограничитель. Эта машина поехала 354, и это не ограничитель, и она поехала 3,9 до 100, это самая быстрая машина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай пятую. На пятой попробуем сейчас. Блядь. Кирюк пиздец. Она реально даже видно, да, по цифрам вот сейчас, как она идет. Видно, что она интереснее, чем вообще многие тачки. Блядь, не успей опять, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, сколько она едет, тут... Разработчики, ну дайте нормальную прямую, я понимаю, что она казалась очень длинной, большой, но, блядь, тут машины, оказывается, которые едут. Блядь, Сопра 355. Мне кажется, можно 3,8. Я не знаю, почему, я так уверен. Возможно, я не прав. Я вот так и не понимаю, проще самому переключаться, или... Но в итоге, видишь, она проехала лучше, когда она сама переключалась, а не когда я переключал. Поэтому тут вопрос такой, блядь. Просто видишь, что нитро быстрее бы наполнялось, вот, может, есть какой-то баг? Нитро решает на пипец как. Блядь, не... Я такого точно не ожидал сегодня, ребят. Там не хватит уже. Блядь, как же рассчитать так, чтобы она пизданула так, как нужно, а? Это пиздец, я не знаю, а там, мне кажется, я так и не понимаю, может быть, 355, но даже если если даже 355, то как, блядь? Почему так происходит, я не понимаю? Просто почему? Так, подожди, ну-ка, еще раз, а если просто... Не, ну, блядь, мне интересно, вот что можно, вот как можно, я сейчас увижу 3,8, я вообще пиздец, все, я и так-то не понимаю, что происходит. Не, ну, мало ли, я решил просто переключиться заранее, я не знаю, видишь, сколько она едет, он показывает лучше, если бы я улучшил, то да. так, подожди, а если... Не, 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 нихуя. Блядь, понимаешь, кому-то не хватает чего-то еще, и ты хочешь, вот, блядь, веришь, что это возможно, не знаю почему. Ладно, может быть, как-то можно, но 3, 9, 355 километров в час, эта машина у меня давно, ты понимаешь? Еще самое удивительное, эта машина у меня давно, и я только сейчас узнал, что она настолько ебанутая вообще. А, блядь, лучшее из тех, которые, сколько бы они не стоили? Я не знаю, мне кажется, об этом мало кто знает, потому что комментариев не так много было про Супру. Комментариев было не так много. Я поэтому особо прям так не акцентировал свое внимание, но, может быть, как бы, надо проверить. Вот видите, как хорошо, что сегодняшняя серия была, потому что мы как бы... Так, ну, я, пожалуй, верну ее, так сказать, в дрифтовое состояние, мне по душе. Кстати, интересно сейчас как раз, я же не ставил ТЦСЕСП, которые, по сути, в реальной жизни бы, ну, негативно бы сказывались на дрифте, потому что все это дело надо отключать. А вот тут, как бы, может быть, все по-другому, может, она там, не знаю, вполне она себе. Подожди, или нет? Не стало хуже, я вот не понимаю? А, стало, стало, да, да, она душит, ее надо... Подожди, а убрать-то можно теперь? О, подожди! Вот это, кстати, тоже эксперимент, который я не проводил. Если у тачки ЕСП, видишь, там даже отмаркивает лампочка, когда ее начинает нести. А если, подожди, там уже убрать, по-моему, нельзя ЕСП. Нахуй я поставил, блядь. Это плохо. Пиздец. Вот им, во-первых, нужно это срочно фиксить, потому что ты понимаешь, что ты либо покупаешь машину уже с ЕСП, ТЦС, ЕСП, вот это все, стабилизация, и ты не можешь их снять. То есть, она все, и подходит уже, систему. У меня теперь машина не дрифтит, так как она дрифтила. То есть, ее можно в занос кинуть, но она это делает очень душно и не очень. Блядь, это обида, пиздец. А Супра, мы так ехали. Зато мы проверили. Жалко, что я на ней решил проверить, но, ребят. Знаете, вот я сейчас, я скажу лишь одно. Сегодня получилось интересно. Эта серия, она должна была быть после той, которая была вчера. Немножко развеется, знаете, вот это вот все. И поэтому... Нет, стоп, я не пойду спать, я сохраняюсь. И вот здесь, друзья, мы проснемся, скорее всего, завтра. Я надеюсь, вы там поддержите лайками. Я не могу, я не могу обещать тебе. Я уже пообещал, мне уже стыдно и так, что я в прошлый раз обещал, а я не могу обещать, потому что мы просто верим и надеемся, что завтра я куплю ГТР. Я вот так скажу, просто я надеюсь. Я попробую, я перепробую, я буду ждать, а самое главное, с помощью бага мы сможем это проверять и экономить время. Значит, друзья, завтра будет проще. И завтра 90, мне кажется, процентов, что мы все-таки достанем этот ГТР, либо же RX 7. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал с вами впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставлять ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.